Салют, друзья! Впервые в истории Украины Киев принимает финал Лиги Чемпионов. Мы ожидаем более 100 тысяч гостей. И в этом выпуске вы узнаете, как и сколько зарабатывают украинцы на этом событии. Начинаем! Сколько ты планируешь заработать в день Лиги Чемпионов? Тысячу долларов, евро. Сколько вы вложили в канал? 100 тысяч долларов есть. Сколько вы подняли цену в половине Лиги Чемпионов? Два, два с половиной, три раза. Мы узнаем, сколько стоят футбольные сувениры в официальном фаншопе. Лига Чемпионов – самый престижный клубный футбольный турнир Европы. В этом году в нем участвуют 79 команд. За всю историю победителями турнира становились представители всего лишь 10 стран. Поединки с английским Ливерпулем. Эта команда не попадала даже в полуфинал уже 10 лет. Букмекеры обещают зрителям горячее противостояние. Не знаю, как вы, но я Зарял, который считается самым титулованным в Лиге Чемпионов. И у него на счету 12 кубков. Анастасия Олимпийской помещает 63 тысячи болельщиков, с которых 17 тысяч билетов было выделено Реал Мадриду, 17 тысяч Ливерпулю, еще 6-700 можно было купить на официальном сайте uefa.com и остальные билеты были розданы 8 спонсорам. Тысячи украинцев начали заниматься бизнесом сдачи квартиры по суточную. Причем цена 1 день по цене аренды 4 месяцев. В соцсетях даже шутят, что на вырученные деньги во время финала можно купить еще одну квартиру. Давайте убедимся в этом. Сколько зарабатывают хостелы во время Лиги Чемпионов? Мы спросим Игоря, участника Ян Бизнес Клаб. Его хостел вошел в десятку лучших по версии Hostel Worlds. Сколько тебе лет, Игорь? 30. Сколько у тебя хостел? В нашей сети сейчас работающих 8 хостелов. До конца года, я думаю, их будет 10-11. Откуда деньги на первый хостел? На первый хостел мы открыли в небольшой квартире. Для этого мы открыли 20 тысяч долларов. За 9 месяцев он окупился. Все быстро получилось. Игорь, хорошо. Одолжили у друзей, одолжили в банке. Сколько в обычном месяце зарабатывают хостелы? Если, допустим, одно колькое место стоит в районе 200 гривен за ночь. 100 мест по 200 гривен, это получается 20 тысяч гривен. И применим какую-нибудь загрузку, я не знаю, 65-70%. Получается 14 тысяч и умножить на 30 дней. Это получается 450-500 тысяч гривен. За сколько вы подняли цену во время Лиги Чемпионов? Ну, 2-2,5 по некоторым категориям номеров в три раза. Я сдаю двушку за 800 гривен на Лукьяновке. За сколько я могу ее сдать во время Лиги Чемпионов? Ты можешь просить любую цену, но я думаю, что, безусловно, это зависит от спроса. И, может быть, в последний день, если других мест не будет, ты сдашь ее в 10 раз дороже. Но, наверное, целесообразно было бы его туда в 2-3 раза поднять, немножко больше заработать, но совесть не выключать. Понятное дело, что гость, который приехал и пожил в 20 раз дороже, он не сильно этому счастлив. И, вероятно, в лучшем случае он больше не приедет, в худшем еще напишет все, что он думает об этом. Ведь жизнь не заканчивается на этих четырех днях. Нужно как-то вперед смотреть. Многочисленные хостелы и средства размещения, которые открывались конкретно под это мероприятие, да, они там один раз срубили денег и все на этом, и закрылись. Пока одни киевляне зарабатывают на жилье для иностранных футбольных фанов, другие строят себе дома сами, из подручных материалов. Мы познакомились с ведущими канала Интересный Фикус. Ребята постоянно проводят сумасшедшие эксперименты, строят дома из монтажной пены, спичечных коробков и даже стикеров, пробуют жить в подземном доме. Почти два миллиона подписчиков следят за необычными экспериментами Сергея и Виктора. В одном из них ребятам помог и Андрей Стопчук. Ничего не продаете, но водите автомобиль? Отлично! Предложите туристам свои услуги с наценкой в пять раз. Таковы прогнозы таксистов на день проведения матча. Сколько ты тогда заработал за время Евро 2012? Чистыми 4 тысячи долларов. Сколько дней было? Ну где-то в пределах месяца. Я месяц токсовал, жил в машине и заработал реально 4 тысячи. За трое суток у меня было тысяча долларов. За счет чего? Ценник? Ну да, я бы сказал в Тарифе. Какие? Какие я делаю? Я взял момент и сорвал куши. Сколько ты тогда брал в среднем за одну поездку? Откуда-то куда-то? Сотню. Сто баксов? Не, в Ривенах вообще. Сколько ты планируешь заработать в день Лиги Чемпиона? В финал. Я даже не знаю. На вскидку. Ну и вообще, думаю, планирую где-то, может, тысячу долларов, евро за трое суток сорвать. Сколько ты средний ценник, по чем ты будешь брать за поездку? Ну смотря с кого. С наших будут, ну, там, сотня по центру. А с них уже там, ну, побольше, естественно. Раза в два. То есть ты будешь лично возить Реал и... И либо Ливерпуль. У нас VIP-перевозка, получается. То есть получается, есть 20 человек в одной команде, 20 человек в другой команде. Будет 40 водителей, которые будут возить... 200 водителей. 200 водителей. Ну, а-ля, мы в VIP, которые только для команд. И есть еще остальные водители, которые тоже прикреплены к нам. Ну, все равно общие... То есть ты их будешь привозить сюда на матч? В гостиницу, в рестораны, на матчи, обратно сопровождать до аэропорта и тому подобное. Тебе по-любому надо заселфиться с тем, с кем ты будешь? Нас предупредили о том, что как только кто-то увидит, что кто-то селфиса одним из... Твой рабочий день заканчивается и все. Солюбезьян! Сегодня мы в гостях интересного фикуса. У ребят 1 миллион 900 тысяч подписчиков на канале. Поделитесь, как у вас это получилось? Некоторые пытаются снять видео там за буквально час-два. Мы же снимаем видео, как правило, 3-4 дня. С утра до вечера. То есть мы сделаем все очень качественно, чтобы не утонуть, чтобы у нас ничего не торчало, чтобы это можно использовать. Эмоции. Видео всегда должна быть эмоцией. Зритель должен питаться впечатлениями. Нужно обязательно найти свой контент. Мы с Викой там пробовали пранки, челленджи. У нас было много, но мы остановились на нашем контенте и теперь набираем хорошие просмотры. Одно видео, которое у нас набрало больше всего? Это Дом под землей. Дом под землей у нас набрал 10 миллионов просмотров. 11 миллионов 500. Вот это агрессивно. Сколько вы больше всего заработали на видео в месяц? Ну, в тот момент, когда было это, мы откроем большую тату, никогда не рассказываем, мы заработали 8 тысяч долларов. Это за месяц. За все время сколько вы вложили в канал? Это 100 тысяч долларов есть за эти 2-3 года. Друзья, спасибо вам большое, что я был с вами и построил эту яркую. Спасибо, что помог очень хорошо. От всей души. И до встречи. Друзья, если помните, на Шерланке я летал вместе с Аней, которая моя девушка. Аня поможет нам и узнает, сколько голодный турист потратит в нашей бабушке на пирожок и еще каких-то видах, заработках на Лиге Чемпионов. Ань, сможешь? Да. Мы прошлись по Крещальчику, бабушек с пирожками мы не нашли, но зато нашли дедушек с шаршниками. 300. 300. Мачевый, а просто реал 200. 20 гривен. А у вас только такие магиды? Да. А сколько вы их в день продаете? А я только начеб. То есть я первый день, да? Ну, первые полчаса, минут 40. А вы приехали специально на Лигу Чемпионов магнитики продавать? Ну, я учусь погулять, а потом идея пришла. А вы решили бизнесом заняться, да? Легеньким. А сколько у вас штук магнита? Это все магниты? Нет, магнитов 311 штук. 311? Да. 11 на 20 это 6 тысяч? Нет, я иногда бартером там вот на шарфик поменял. Мы узнаем, сколько стоят футбольные сувениры в официальном фаншопе. А это доска лакшери сувениров. Здесь даже можно купить запонки на рубашку за 7 тысяч гривен. Ручку за 15 или за 5200. Так что покупаем. А сколько стоят фотографии с ней? Позорожный бесплатный. Позорожный бесплатный. Детский писал, он тут стоит. Стандартная фото 100 гривен стоит. А сколько стоят во время Лиги Чемпионов, когда вот такие большие мероприятия? Сколько фото? Сколько дадут? А вы знали, что обезьяна на Крещатике в день зарабатывает минимальную зарплату украинцев в месяц? А сейчас я расскажу о новом виде бизнеса. Я такого еще удивила. Если вам нечего продать, то можно работать руками. Внимание! Массажи. Body oil, relax, food. Пока торговцы пытаются продать туристам вышиванки и шарфики по заоблачной цене, мы хотим подарить своим подписчикам 25 уникальных платьев от участницы Young Business Club, Фаины и ее бренда Молоко Дресс. Условия безумно просты. Быть подписанным на наш YouTube канал, на Instagram в описании и 1 июня в 20.00 мы разыграем все подарки. Субтитры сделал DimaTorzok